всем привет с вами я александр демидович сегодня 22 января 2021 года сегодня я анонсировал я побывал на новостроении но там ситуация такова вчера будучи на сессии после нее я обратился к голове подольской умести полтава рады подчеркиваю умести полтава почему потому что вчера где-то часа полтора сессии было потеряно именно на эту букву амбиции представителей фракции ридного места обратили внимание на эту букву и во всех документации была буква в они настоятельно каждое место требовали у но стоит ли это было чтобы 31 депутат обсуждали эту проблему и голосовали за или против для меня показалось странным я считаю что это текущий вопрос который пускай даже филологически правильно надо решить но не обязательно его выносить и обсуждать на сессии полтора часа и подчеркиваю с четырех часов было занято именно вот этой буквой и так я вчера обратился к серия васильевича белоконю как работаете что у вас происходит на что он мне предложил сегодня подойти и с готовностью показать свою работу сегодня вместе с серия васильевичем и бойко сергей викторовичем его замом мы поехали на новостроение ехали не из-за меня а ехали потому что у них была запланирована поездка туда и я был очевидцем происходящего приехали мы туда конечно давайте говорить прямо это один из властью и богом забытый район он находится в таком месторасположение что ему надо добираться через железнодорожный переезд на который можно застрять и 30 минут и 40 и час другой раз можно стоять но там как я выяснил на сегодняшний момент проживает более двух тысяч человек согласитесь это немало и в этом поселке все-таки население прилично что я увидел я вам сейчас видео покажу но на что я бы хочу ваше внимание обратить значит соответственно были присутствовали и занимались исследованием проблематики этого района еще раз подчеркиваю голова подольской в месте полтава рады белокон серий васильевич зам головы подольской в месте полтава рады бойко сергей викторович и что мне было приятно был депутат районной рады александр сутягин вы знаете на сегодняшний момент большая редкость чтобы депутат уже пытался что-то делать он не просто присутствовал он принимал участие в обсуждении проблематики видно было что нигде не выбирали никакие политические амбиции каких-то фракций мы вот там герой от такой-то партии нет этого я не увидел были обсуждения был диалог люди делились своими проблемами проблемы очень похожи как и по всему городу но у них они обострены потому что власть туда не обращала внимание и вам скажу честно даже проскакивала неоднократно такая фраза что за последних два года к нам вообще никто ничего и никак начинает простейшего элементарного завести хотя бы бракмасы засыпать ямы на проезжей части и продолжая отоплением и т.д. и т.п. там очень много вопросов и дороги и деревья и мусор и вода то есть в принципе проблематика очень широкая такая же подчеркиваю как и везде по городу ну имеем то что имеем но сейчас я вам дам возможность посмотреть это нарезка то есть встреча длилась где-то часа полтора я честно говоря по времени не замечал но некоторые такие более-менее серьезные вопросы я с ним вам вырезал и показываю всем хорошего настроения пока пока что пожалуйста подвезли ну это так машину там три-четыре человека возьмем а за автобус мы с Виталием Ивановичем позапрошлые выборы так вообще чуть не били у нас в 22 школе люди не идут а точно дороги ямы дерева освятление то есть все все окремо смиття окремо далее там где будет сейчас выпустим но где там бурульки у вас какие-то 50 падают где пустим может не сразу за запрещение записывать проблемы с отоплением проблема мы его поддержали мы его тут помогали нам бачите больше-менее давайте тогда друге смиття пишем баки 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 и иже значит мы тоди там была комиссия так тут была комиссия приезжали запланировали нам 25 потребностей 25 я только сейчас не взял где по сколько но я знаю 25 это уже новый не оцей старый а новый там драки уже желательно сразу до смиття сюда добавлю доживительно так как у городе площадки огорожили площадки это само собой а для великогабаритных здоровья это да или или хотя бы на сегодняшний день допустим запланировали багато не просим а раз у месяц чтобы машина проехала и переехали по вероятностиwolves и внутри где там ставим не было ведь да ну если у центр я помню их я помню кое-ка поднимаю так далее вы смотрите у вас визначены уже и и месте все есть месте 줘 может быть кто вы кидает там где сручно Не, не кидают. Нет, не кидают. Нет, не кидают. Вот там в Волоке, если тебе мой бас. Ну хоть скажи, мы взяли заявление, что сюда не кидают, все равно они кидают и ничего не сделаешь. Так я хоть туда видео-повер. Чтобы... ...досматривать все, это очень непосильно, за один день не сделаешь. Но под силой, ты хоть сыпать, где я мы, где-то там разгорнуть. Где-то там, ну может, Кольин уже там... Они засыпали, они там такая местная, что тоже хороший асфальт там раскатали. Хай не много там, никто не сказал, что там шар якийсь. Ну я памятаю, как раньше снимали асфальт и засыпали его влитку. То мы плавили все таки, что був кращий, чем у меня в переулку сделали. Там 7 лет стоять и... Я вам скажу, что у нас никогда достаточно не привозено. А если точно, наибольший один год привезли 5 здоровых машин, и вот и все. А 5 здоровых, это капля в море, яка. С 16-го, с 15-го. Хотя... Хотя... Это до 16-го года. Два последние годы нам ни одной машины не давали. 20-й и 15-й год нам ни одной машины не давали. Давайте тогда так. У нас, наверное, единственный поселок, а воно с одним связано, где нет общественного транспорта. И чтобы запустить... Пытались сюда общественный транспорт. Ну переезд... Однозначно велика програда. Потом запускали сюда до поселкового и назад вертались. Ну это до поселкового, грубо говоря, середина поселка. Понимаете? Чтобы нас по кольцу запустить. Это я сразу говорю, и дорогу, чтобы сюда подвязали. По кольцу. Очень удобно было. Я лично все это прошел, продивился. Что бы она... Вон этот автобус. Сюда доезжал, вот по улице Новобудовней. По подпутням выезжал на Грабиновскую. И вернулся до Кондукторского. И выехал опять на переезд. Это будет тогда требованный транспорт. Именно потому, что если его тут оставить, то пів поселка хотели ходить не на Дублянщину. Им выгоднее пойти туда, чем посюда. Так, ну, по Новобудову. Далее, на Грабиновскую. Да, и по подпутням. И выезд на Грабиновскую. И сюда до Кондукторского. Переулок Кондукторский. И на Сортувальню. Мы можем... Но выход есть. Я лично все обошел. Продивився. Есть два выхода. Один високонапись. Насип. Переулок Донецкий. Пробить. И выходим мы прямо на Дублянщину. На Сахару. Про их пробить. Это панель? Да. Да. Сделали один. Один есть. И его закрыли. Пешегони их сделали. Но ездить. Там маленький проедет. Застряло там газелище. Давно было. И Римсу туда приварили. Правильно? Приварили печок. Или другий. Это таки. Другий. Против СМП. Теперь давайте я уже говорим о проблеме. Добрый день. Добрый день. В прошлом году сделали проект. Уже есть котельные для наших девяти многоэтажных домов. Которые отопляются на сегодня день локомотивным депоем и железной дорогой. Проект котельные. То есть место под котельным уже тоже визначено. И проект котельные. И проект есть. Да. Да. Да есть. Скажем так, третий потратил. Выделили выжить. Мы потребуем. Мы потребуем. Тодише снова. Может уже вытравили. Может уже вытравили. Если у будильництва. То нужно дополнительной сметы. Додательной вытраты. Додательного проекта документации. А теперь так уже есть. У нас все ворот. Сколько получается будинков? Девять. 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 Какие поверхности? Да? Нет. Да. В шесть тысячи. А системат. Да. Да. Потому что все равно недалеко и той час, что железная дорога хочет. Кстати, вона направила письмо. Последний раз. В міськораду областину. Что они платить не будут. Да. Что они платить не будут. Ну. Согласились очередной раз. Как они передали дома. Ци дома были дома железной дороги. Там было договоренность такая. Что в течение пяти лет. Вони топлять. А потом. Мы за это время строим котельня. И они прекращают. Сейчас депо разделилось на дви части. Еще эти две части. Еще на дви будут делиться. Четыре части. И кто будет топить? И у нас пошли. Каждый год проблемами. На месяц позже начинаем. Потому что все отопление. Люди начинают стукать. Начинают граждан. Будем перекрывать железную дорогу. И так далее. Через месяц затопили. И еще какие цены. Вони же про виробниче цены ставили. Потом мы жалобы писали. Потом они нам перерасчеты сделали. Тут проблема искует. У нас же областный коммунальный предприятий Полтава теплоэнерго. Да, да. Мы сейчас не будем сказать. Потому что у нас вода. Утрень дорога вода. У нас вода Мягчовская. 47 гривен куб. В городе сколько? 26 или сколько? Но всем это с отоплением. Да, да. 27 гривен. Да, да. Ну вы переместите. Сколько в этом? 47 гривен. Да, да. 47 гривен куб. И... Якость води в Укрзалезнице. И послуги вас влаштовывают. Не влаштовывает ли цена, так? Да. Не влаштовывает ли цена. 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 Да. Не влаштовывает ли цена. Здесь, как я начал тут жить, на улице Сортувальной было три дворники. Три. Стоп через время один, и как убрали и другого, оставили одного. Вона дворниками осталась, только тут рассчиталась. Сказала, адекватная людина тут делать не может. Вот приездаю сюда. Смотрите, сколько стоит. И никто никогда сюда Вадим не прийде. Это не пораженные дерева. И... И... Да. 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 Их все надо вырезать. Они падают один за другом. Да. И последний раз. Да. Не забудешь, как я, бачите, а? Так что это будет? Если будет падать, то падать будет два. А там другие дома. Нет, кто там без длинной, без длинной вишки ничего не говорит. Надо дать ей место. Вы не знаете кого? Не, вот кто пиляет, кто... Эта обычная вишка достанет. Вот когда. 〜 Ребят, все это было миллион. Ребят, сперва. Недлежнаем одну. С Mack. Недлежнаем его. Продолжение следует...